Пять духов Пять духов В контексте водных формул Пять духов означает Водную формулу Пять духов несущая драгоценность Но Если посмотреть немножко глубже Пять духов Это такая Форма горы Немножко островатая Которая Символически означает Энергию пяти духов То есть энергию Что хорошо Чему Способствуют пять духов Это гангстеры Это игорный бизнес Это Большой бизнес Это криминал То есть это вот энергия Которая большинству людей Ну вот Не очень свойственна Именно поэтому Пять духов считаются Негативными Но В определенных Водных формулах Мы учимся использовать Эту энергию Для того чтобы Она Она Приносила То есть чтобы эти условно говоря Бандиты Приносили Деньги В наш дом Это подобно тому Как мы говорим Грабящие деньги Божество грабящие деньги В Бадзе То есть что такое Грабящие деньги То есть не обязательно У вас грабят Может вы грабите Но я не призываю Гопстопить Например Но Речь идет о том Что Вы можете Приходить на рынки Конкурентов Забирать их Клиентов За счет того Что Ваш сервис лучше За счет того Что он дешевле Или лучше Спозиционирован То есть технически Вы грабите Деньги У Другой компании Правильно То есть они Уходят с рынка Эти люди теряют Работу И так далее То есть В этом смысле Не стоит питать Иллюзии Что Вы занимаетесь Бизнесом И можете быть Белыми И пушистыми То есть конечно Вы белые и пушистые У вас мотивация Хорошая Но Есть соревнования Если вы Выигрываете Золотую медаль Остальные Участники Автоматически Ее не выигрывают И это Эту энергию Можно использовать Это опять Духово Это энергия Победителей Вы как бы На вершине горы То есть Вы царь горы Если вы царь Остальные Естественно Не цари Царь может быть Только один Ну В определенной Области Вы можете Уйти в другую Область И стать там Царем Без проблем Значит А также Эта энергия Упоминается На территории Восьми дворцов По поводу Сектора Пяти духов В котором Не нужно Находиться Но как правило Пять духов Именно Речь о пяти духах Идет Именно в контексте Водных форм Водных форм Водных форм Водных форм Продолжение следует...